715 сообщений о происшествиях за неделю, 44 пока не раскрыты. Участились ДТП, есть пострадавшие. 32 нарушения в сфере потребительского рынка. Из незаконной продажи изъяли более полутора тысяч алкоголя. Расслабились гости курорта и чиновники. Маранапа Сергей Сергеев призвал руководителей служб свежим взглядом посмотреть на свои повседневные обязанности. О работе с мигрантами и профилактике правонарушений среди мигрантов отчитался начальник отдела УФМС Андрей Дубошин. Осуществлено три плановых выездных проверок по поступившей информации. Также проведено три совместных рядовых мероприятия с представителями администрации ОВД и казачества. По результатам выездных проверок и совместных мероприятий составлено 7 административных протоколов за нарушение на стране миграционного законодательства. Это три за незаконное проживание на территории России и четыре за незаконное осуществление незаконной трудовой деятельности. О возможном переводе с 4-го на 5-й класс пожароопасности предупредил заместитель мэра Анапы Алексей Харитонов и поручил усилить охрану дачных кооперативов, особенно на границах с лесом. Начальнику управления ЖКХ подготовил документы для участия в конкурсе по программе капитального ремонта многоквартирных домов. И всем сотрудникам администрации проверить состояние памятника в городе и сельских населенных пунктах. С сегодняшнего дня, как и было обещано, службы Алексея Васильевича и моим управлением мы сегодня продолжаем осуществлять проверку по соблюдению санитарного состояния строительных площадок. У нас сегодня выезжают соответственно бомбы и уже с целью и необходимости привлечения к административной ответственности. Результаты будут доложены дополнительно. О планах посевной на 2014 год доложил заместитель мэра Анапы Михаил Баюр. Аграрии рассчитывают получить не менее 60 тонн урожая с 12 тысяч гектаров. Главам сельских округов Михаил Баюр настоятельно рекомендовал содействовать администрации и навести порядок в системе незаконной придорожной торговли. Нарушения зафиксировали на пляжах Анапы. Самые смелые продавцы носят пиво, лихие водители устраивают прокат. На квадроциклах из администрации готовят письмо в Росприроднадзор на неделе. Каждый день запланированы проверки объектов мелкорозничной торговли. Задача начальника управления санаторно-курортного комплекса Дмитрию Ерохину – каждый день контролировать санитарное состояние Пионерского проспекта. Посмотрите, кто бьются в ДТП, резонансные правонарушения преступления. У нас по мере ответственности, те, кто должен отвечать за это и профилактировать, почему-то в начале сезона такого не было. Может быть, я его отпустил, так я его закручу быстро. В начале сезона, еще раз подчеркиваю, такого не было. Уже на летальность до того, что головой щит пробили рядом с администрацией. И мы смотрим куда-то, друг на друга гибаем, кто это должен сделать. Сегодня в Анапе более 16 тысяч детей проходят лечение в здравницах. Через три недели – начало нового учебного года. Первый урок 1 сентября пройдет под девизом «Олимпийский старт Кубани». Тематика для старшеклассников – принятие Конституции России и военно-патриотическое воспитание. Накануне праздника – 70-летие освобождения Анапы от немецких войск. В режиме ожидания анапская делегация специалистов на работу в Сочи. Отработать должны четко, грамотно и профессионально. Мэр Анапы Сергей Сергеев разработал антикоррупционную программу. Действовать начнет сегодня. Поверьте мне на слово, антикоррупционные мероприятия я провожу постоянно. И будем мы их проводить в свете проведения антикоррупционных мероприятий. Сегодня будет готов список так называемых решал, которые есть в Анапе. Ну, может быть, и за пределы в Анапе. К нам приезжают. Так вот, этот список будет передан начальником управления отделов и заместителем. Заместителем строжайшее исполнение правового указания. Начальники управления отделов замыкаются на заместителя. Кто встретился с решалой, докладывайте. Заместители мне лично. Начальники управления отделов замык. С какого переговора встречались и что за вопрос он вам или она задала. Анапа на пороге знаменательного события. 70-летие освобождения Анапы от немецких войск. С 20 августа город оденут вывески и тематические рекламные плакаты. Разместят фото активных горожан с их поздравлениями городу и ветеранам. По городскому радио прозвучат песни военных и послевоенных лет. Дополнительно с 14 по 20 сентября пройдет праздник улиц. Ветеранов будут поздравлять адресно. Наталья Пухальская, Алексей Мухортов. Анапа. Регион.